всем привет сегодня у меня в гостях елена белева это специалист по архитектуре эксперт в этой области и большой специалист над работой так сказать общих пространств и территорий а позвал ее для того чтобы обсудить вот этот вот проект это проект парка имени 50-летия в лксм который находится в городе екатеринбурге вы спросите а нафига вообще это надо да дело в том что я совсем недалеко живу от этого парка я хожу туда гулять я там занимаюсь спортом я там гуляю с детьми кормлю уток и не только я один а много еще людей которые живут там вокруг вы знаете сейчас модно выделять деньги с одной стороны это хорошо что выделяют деньги на благоустройство территории парков а с другой стороны как эти деньги расходуются на что тратятся и каким образом тратится и что мы с вами жители в итоге получаем короче говоря мы поговорим сегодня о том как нужно проектировать так чтобы жителям это нравилось и они пользовались с удовольствием и в частности мы разберем этот проект который в общем создала компания челяб тяжмаш проект вот и поговорим о плюсах минусах с нашей точки зрения а вы напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и после этого пожалуйста идите и пишите свои комментарии чтобы нам построили парк такой какой мы захотим хорошо будьте активны товарищи поехали лена привет привет представься вкратце и чем ты заслужена какие проекты ты делала чтобы зрители поняли что у меня в гостях эксперт который разбирается в парковых территориях ну хотя бы один какой-нибудь пример да на самом деле примеров много потому что я уже порядка трех лет занимаюсь проектами благоустройства общественных территорий по программе комфортная городская среда это государственная программа как раз таки благоустройства в малых городах и исторических сельских поселений вот мы делали проекты ну челябинск не совсем малый город но тем не менее делали проекты для челябинска для ссерти для верхней пышмы для нижнего тагила короче проектов было на самом деле много вот в принципе благоустройствами я занимаюсь наверное уже лет пять шесть ну тогда ты не понаслышке знаешь о тех компаниях которые занимаются благоустройством имеют право заниматься наверное я не знаю как правильно это выразить короче вопрос мой такой на шапке этого проекта я читаю челяб тяж маш проект это ребята которые занимаются проектированием заводов тяжелого энергетического и транспортного машиностроения здесь нету ни одного слова про ландшафтный дизайн и про среду вообще хорошо это или плохо имеют они право проектировать не имеют и вообще к чему приводят когда такие люди начинают проектировать ну вот я просто не знаю ты как эксперт можешь сказать если ну как бы сказать почему конкретно данная организация выполняла проект и у него было такое право но могу лишь предположить что проект выполнялся по тендеру тендеры это своя особая вселенная фирма которая будет реализовывать проект выбирается по определенным критериям и зачастую не всегда опыт и чаще всего опыт в разработке конкретных проектов влияет на выбор фирмы могу лишь предположить что здесь проект выполнялся через переподряд то есть выполняли ребята которые занимаются благоустройствами но непосредственно исполнителем официальным являлся велась данная организация но это лишь предположение на самом деле давай перейдем непосредственно к самому проекту проект выглядит вот так здесь у меня в руках папочка которая толщиной 14 листов обычно проект как выглядит и скольки листов он состоит в какой таким объемом он обладает чтобы я как житель понял ага вот из таких материалов это будет вот так выглядеть строители поняли а вот вот что нам нужно делать вот так мы строим там ну что вообще сюда прилагается ну так вкратце ну надо понимать что во первых это эскизный проект ну по крайней мере тот который у нас сейчас есть на руках он не уходит непосредственно настройку то есть это ну визуальная картинка того как это выглядит но по моему опыту программу которую мы готовили комфортная городская среда которая схожа по своей структуре с данным проектом она занимает порядка 150 170 листов из них непосредственно архитектурная часть это где-то примерно листов 70 80 то что сопровождает вот эти картинки да то есть непосредственно самый эскизный проект это исследование предпроектные территории то есть то на основе чего выполняется проект ту информацию которую собирают архитекторы социологи культурологи на месте ну конечно мы не можем утверждать полный это проект или нет это то что есть в интернете это тот проект который предоставляется жителям города на голосование обсуждения кстати что я и предлагаю сделать дорогие друзья и даже если вы никакого отношения не имеете к этому парку вы живете в другом городе то ребят у вас тоже наверняка происходит благоустройство выделяют деньги ходите голосуйте отстаивайте свои права и добивайтесь того как бы вы хотели потому что это делается для вас так или иначе здесь 14 листов а я только что услышал что эскизный проект 150 листов то есть в 10 раз меньше и вот мы какой можем поверхностный вывод сделать то есть что здесь не не были проведены должные исследования или что но мы можем предположить что если исследования и проводились то их во всяком случае никак не отразили в эскизном проекте и это на самом деле некоторые упущения потому что мы не понимаем отчасти на чем основывались те проектные решения которые предложены второй момент ну все-таки информации которые представлены здесь она максимально неполная я пускал аэти скизный проект эскизного проекта так он даже ключ а я правильно понимаю что это эскизный проект эскизного проекта нужен для того чтобы принести заказчику и сказать мы вообще в правильном направлении движемся или они говорят ну да в целом в правильном поэтому давайте мысли развивать оки и развиваем ее уже до полного эскизного проекта это еще не рабочий до эскизного возможно так она обстоит я предлагаю тогда переходить уже непосредственно к самому проекту и обсудить его я начну с тех вопросов которые есть лично у меня а вот лена уже как специалист разовьет наверно их когда я полистал проект я посмотрел на все эти замечательные рендеры первый вопрос это планы и вид сверху ну как будто я птица летаю над этим парком значит и любуюсь им сверху блин ребята в чем дело вообще-то я буду пешком там ходить по этим дорожкам а как будет выглядеть вообще с уровня земли то все это дело этого здесь не второе что меня смутило чего я здесь не нашел здесь всего-навсего один сценарий лето хорошо а куда же зима то делась зимой там катаются на лыжах дети катаются на бубликах с горок уток кормят бабушки с палками ходят спортсмены бегут и зимой в том числе а еще есть межсезонье этого ничего здесь не показано это второе что меня смутило давай ты их прокомментируешь потом к остальным вопросам перейдем что ты думаешь по этому поводу должно это учитываться не должно я конкретизирую вопрос правильно ли проект подавать в таком виде ну правильно неправильно я бы сказал так так исторически сложилось что архитекторы очень долгое время для визуализации своих проектов использовали только время только летнее время как наиболее выигрышные с точки зрения подачи и дневной и дневной да все верно но при этом важно понимать что все таки тенденция меняется и до грамотнее было бы в перспективе показать и вечерние рендеры да и ночные и дневные и зимнее время и межсезонье и лето это было бы грамотнее другой вопрос что на прорабатывались ли вообще эти сценарии потому что когда мы выдавали схемы функциональные на благоустройство которые делали мы мы выдавали несколько схем которые показывали как функционирует пространство летом зимой в межсезон если есть какие-то изменения визуальные например да и влияющие на функциональное оснащение площадок которые мы предоставляем которые мы проектируем ну как бы тут вопрос было ли вообще это заложено потому что естественно что более выигрышно благоустройство выглядит когда зелено когда пышные деревья когда все цветет и пахнет но это очень знакомая ситуация когда мы приносим проект заказчику ну такому большому заказчику а это большой заказчик администрация наша задача чтобы администрации понравилось то есть получается что наш клиент администрации они те жители которые будут пользоваться этим парком администрация там даже и не появится никогда может быть они где-то мимо ездят автомобилях на своих но на самом деле в случае с администрацией если у вас есть грамотные предпроектные решения и если вы можете обосновать те решения которые вы предлагаете перед администрацией согласовать проще потому что они понимают почему вы это сделали и здесь уже вопрос касается нравится или не нравится конкретному там чиновнику например до администрации ваш проект но вы можете объяснить почему вы сделали так и для этого делается проект давай попробуем разобрать насколько вообще проект хорош насколько он жизнеспособен насколько им жителям будет удобно пользоваться но по крайней мере летом раз он уж летом это первый вопрос а второй вопрос сразу же который следует за ним что можно улучшить и или как по-другому вообще подойти к этому вопросу точнее что людям то делать что писать какие там ну не знают вопросы претензии пожелания к этому проекту если посмотреть на форум на чат где собственно представлены комментарии жителей непосредственно которые приняли так или иначе участие и прокомментировали можно увидеть что не учтены некоторые сценарии которые в принципе присущи этому месту да тоже например то что зимой катаются с горок дети да то что кормят уток и так далее то есть в принципе люди сами написали сказали нам нужно это почему этого нет в проекте ну как бы есть вопросы тут даже не нужно проводить социологию не нужно выходить вам люди сами написали при этом это в проект не было взято какие-то особые нарушения но есть на самом деле как раз такие вопросы к как называется у архитекторов вид с птички генплан сделано красиво аккуратно видно что с ним поработали но когда мы смотрим спускаемся на грешную землю мы видим какие-то странные обрезки покрытий какие-то странные выступы в покрытиях непонятно зачем сделаны сделаны исключительно для того чтобы птичкам было красиво какать сверху больше я не могу найти не другую никакую другую группу пользователей которые видно то что происходит а в частности очень прикольный мост из кубиков видимо каменных или бетонных с высоты птичьего полета они выглядят очень прикольно но и сама задумка прикольная да ну занятный единственный вопрос как бы кубики явно полтора на полтора метра и по ним проще убиться чем прыгать ну как бы тут просто вопрос эргономики возможно проект делался довольно быстро просто не успели этот момент проработать но даже на рендерах это видно что это не масштабно в общем издалека очень красиво но в жизни так не будет мы мы вот к этому то есть вот вот елена которая с этим сталкивается постоянно говорит что в жизни так не бывает но действительно вот кубик там два на два метра чтобы вы понимали это 8 кубов камня какой грузовик это привезет и какой кран это поставить ну в общем это подтверждает не продуманность проекта а подтверждает лишь то что проект сделан для красивой картинки что вот он есть давайте нам деньги сейчас мы его сделаем я боюсь вот чего там в этом парке с краю построена детская вот этот какая-то там юнатская колы над школа юнатов значит мало того что они отхватили большую территорию обнесли ее забором и за этим забором ничего не происходит она просто заболачивается по весне ну то есть зачем обносили забором непонятно для чего и вообще это сделали как какого черта вообще это сделали все против были вроде бы хотели как лучше а получилось какая-то ерунда не получится ли здесь также тут я говорю могу предположить что проект делался очень сжатые сроки второй момент что в идеале его конечно нужно дорабатывать и приводить какому-то более рациональному вообще решению и тому что там в общем-то проектирован вот то что касается школы юнатов я на самом деле не знаю по кадастровому номеру возможно что сам участок имеет другого владельца и поэтому стал обнесен забором эта практика на самом деле часто в россии выкупают участок или берут в аренду извини я сейчас могу ошибиться конечно но это территория парка была вроде бы раньше и вот на территории парке решили поставить вот такой подарок жителям значит дом юнатов там теплицы которые до сих пор не работают уже много лет вот мы будем выращивать там что-то там мы будем выращивать в теплицах теплицы стоят в них ничего не растет территория обнесена забором за забором ничего не происходит там рядом стоит церковь и рядом с церкви детская площадка там дети играют потому что она не за забором и это сделали ребята вот из церкви они сделали пусть детишки играют вот там играют а вот школа юнатов которые конкретно для детей там они играют но это вопрос оператора места и это нужно смотреть кто является тогда собственно организатором всего веселья и как они вообще с этим местом работы так вот здесь сейчас в новом парке тоже закладывают какие-то теплицы для каких-то там будущих тоже детей но то есть это очередные такие значит могилы стеклянно-бетонные которые уже есть здесь в этом парке но это такой есть как бы термине пти не термин ходовой сделать проект ради проекта то есть добавляются какие-то элементы ради того чтобы они были в этом проекте при этом как бы не предусматривается как в дальнейшем эта территория будет жить то есть в идеале когда вы проектируете благоустройство когда архитектор что-то проектирует он закладывает на перспективу развития территории и смотрит а как в перспективе будет развиваться то что он делает здесь это перспектива ну судя по всему просто не рассматривали хороший пример чтобы вы понимали дорогие зрители это парк заряде в москве ну конечно это москва конечно это другие деньги но это прекрасный пример продуманности территории досконально до каждого дециметра земли как она будет использоваться какие видовые точки кто туда как будет ходить рестораны кафе туалеты вот ребята где здесь туалет вот вот то есть не продуманность проекта он не продуман во всем но просто вот тотально я как пользователь парка задаю вопрос вот вы хотите его благоустроить ребята а куда сходить в туалет куда в кустике в кустике вот сейчас давай тогда вот по проекту пойдем я наверное буду тогда уж говорить что тут напридумывали а ты вот как-то наверное комментировать здесь исторически сложилось так что люди любят пожарить мясо на мангале ну вот ходят все туда с мангалами и жарят мясо у чудо это учли здесь в этом проекте но куда они поставили эту территорию в этот большой вопрос что ты думаешь по этому поводу то есть эта территория мангальная стоит прямо вот чуть ли не на пересечении всех дорог основных аллей и там предлагается поставить вот эту мангальную зону то есть это что это вообще такое-то хорошо плохо все ходят и именно вот со стороны с улицы ясный с улицы ясный потому что там магазин пятерочка и красное белое ну то есть оттуда идут с пакетами то есть уже мясом и там алкоголем напитками не знаю с чем там и вот они идут жарить это не должны весь парк пройти пробреча пробренчав пакетами вот со всем этим и дойти до своей мангальной зоны да они просто этого делать не будут они будут вот застревать вот в этом лесу как ты считаешь но тут вопрос во первых почему площадку которая в перспективе будет пахнуть очень сильно а запахи это тоже неотъемлемая часть проектирования не всем приятно соседство таких компаний да тем более с выпивкой если другой вопрос другой еще момент важный как это будет все убираться потому что мы понимаем что если это барбекю то это очень много мусора конечно это нужно убирать кто будет это убирать где площадки тбо которые будут обслуживать это все веселье да ну как бы вопросов очень много на самом деле почему добавили в центр не знаю не понимаю потому что нет никаких адекватных описаний проектных решений я конечно в проект не вмешиваюсь но у меня вопрос почему бы не сделать вот в этом лесочке вот именно эту зону она ближе всего к улице она ближе всего к этим магазинам и она дальше всего от этого пруда я там где будут дети песочница тут недалеко опять-таки связанный с этим вопрос вот люди которые жарят мясо пьют напитки различные захотели в туалет они куда пойдут в кусты да а тут есть такое классное решение ты его тоже уже здесь видела сад уединения да или как он правильно называется сейчас философский сад то есть это принцип такого уединенного сада да вообще наличие тихих зон в проектах благоустройства это нормальная тема есть люди которые хотят отдыхать активно есть те кто хотят побегать до или заняться физкультурой есть кто хотят отдохнуть не знаю возможно почитать есть тоже такая практика появляется во всяком случае ну или просто поболтать с кем-то в тиши в принципе может быть почему нет только есть большие переживания по поводу того не превратится ли философский сад в отхожее место в принципе не только для шашлычников но для всех обитателей сада ну реально это очень острый вопрос простите куда сходить в туалет особенно в зимнее время ну посмотрите опыт северных стран не знаю швеции например посмотрите как парки они обустрают у них есть теплые будочки где вы можете переодеться более того там можно взять на прокат бублики коньки лыжи и с ребенком просто здесь заниматься каким-то спортом ведь главная задача парка это вытащить людей из домов вот в этот самый парк чтобы они каким-то образом активничали и чем-то там занимались здесь заниматься нечем кроме пожарить шашлыки и вот что тут песочница но это опять же только летом ну понятно детские площадки с качельками и и что еще вот но есть беговая дорожка ну сейчас и так бегают ну то есть это не надо программировать то есть и так бегают зато остался огромный пустырь значит никак вот не задействован тоже непонятно почему тут еще вопрос к тому что по ну как бы если смотреть на проект то есть ощущение что те кто непосредственно разрабатывал эскизный проект вообще не были на территории потому что если бы они приезжали и смотрели на то что происходит в парке многих бы проектных решений кажется бы не было потому что они действительно не соответствует логике если мы говорим да про возможность там не знаю взять коньки и те же лыжи при грамотной разработке проекта мы понимаем что здесь может появиться оператор который будет эти лыжи и коньки да выдавать в аренду и это позволит во всяком случае экономический парк в том числе сделать привлекательной точкой об этом не подумали как бы ни в каком ключе хотя в принципе сам пруд и отзывы жителей пишут они прям пишут о том что давайте сделаем каток это же классно друзья то есть мы все с вами дружно можем попросить у проектировщиков сделайте нам пожалуйста такую возможность пожалуйста мы хотим брать в аренду самки бублики коньки и лыжи что-то там еще поставьте рядом не только пункт выдачи но и какую-то будочку где кофе наливают ну это что же деньги там какие-то сэндвичи я не знаю кофе там какие-то вот эти сосиски хот-дог или что-то такое это все есть это придумывать не надо это это просто бери и пользуйся главное что в самом начале проектирования выйди посмотри чем люди занимаются у меня еще такой вопрос то здесь попытались все-таки рассмотреть этот парк для пользования разных как категорий граждан ну то есть есть дети это качельки там какие-то карусельки спортсмены для них дорожка беговая не подумали о мамах с колясками но видимо предполагается что по аллеям они будут ходить видимо не очень подумали о людях которые с палками ходят это скандинавская ходьба вот но подумали о тинейджерах которые катаются на скейтах там роликах вот даже какой-то парк заложили насколько здесь он вообще уместен именно в этом месте тут как бы важно понимать что дама говорим дети мы говорим тинейджеры но тинейджеры бывают разные и дети бывают тоже разные да то есть песочница это для кого для детей до 7 лет а кто потом а куда остальные дети то есть разные группы детей а если говорить про тинейджеров на самом деле есть тинейджеры которые катаются на бмксах это велосипеды с низкой посадкой это скейтеры могут быть и сейчас очень популярна на самокатах и вот для кого сделан конкретно парк они не всегда могут соседствовать потому что те ребята которые катаются на самокатах у них одни рампы и одни объекты которые они используют для своих активных занятий те кто кататься на великах это другая тема там более высокие рампы например то что я вижу здесь но больше похоже на тему для самокатов скорее чем для скейтеров другой вопрос что тоже те же подростки им тоже нужны туалеты и в идеале им нужен какой-то минимальный общепит и опять же эта возможность упущена я знаю куда они будут бегать на улице ясно есть обл гаи там и там значит предприимчивые предприниматели поставили киоски где продаются кафе и и вот эти вот ну вот это вот фастфудная еда вот они туда и будут бегать в перемешку значит с автолюбителями которые машины продают вот превращая там это место там непонятно во что вообще здесь еще предусмотрены спортивные уголочки то есть зона воркаута и есть даже отдельное поле баскетболь на футбольная ты почему-то предлагается это все перенести хотя сейчас уже есть зона воркаута там в этом парке какой смысл переносить если она уже там есть построенная другой вопрос какие вводные данные были даны тем кто проектировал проект вот это в на самом деле очень важный момент типа снести все и построить заново насколько объемно было тз который давалось для проектирования возможно сказали сделайте воркаут и все но то есть в тз был указан сделать воркаут никаких данных о том где он сейчас находится есть ли он там не было дано и возможно этому не уделили внимание возможно сказали что окей сносите все что хотите да переносите мы не знаем этого другой вопрос как сами площадки организованы на самом деле если посмотреть картинки я думаю что ссылка будет прикреплена на проект да конечно можно будет посмотреть если обратить внимание сами тренажер расположены очень странным образом то есть есть зона где стоит один единственный тренажер где-то в уголке приватный очень остальная группа стоит на проходе и например тренажер для пресса стоит прямо на пересечении нескольких дорожек то есть для людей которые вообще не стесняются и максимально нужно внимание ну то есть как бы вопрос почему именно так расположена как вот смотрите какой у меня пресс там для мамашек молодых с колясками которые гуляют такой спортсмен смотри у меня пресс второй момент что например это же баскетбольная площадка она расположена так что вокруг где-то примерно от полутора до трех метров просто идет насыпь вокруг там нет лавочек для ребят которые поддерживают играющих просто вокруг огромная территория которая не используется зачем ставить площадку посреди поле те же теннисные столы которые расположены на проходной зоне все мячики которыми пользуются люди будут летать в других людей те же три метра за площадкой баскетбольной можно было прекрасной приватной зоны сделать для теннисных столов почему нет но в общем есть некоторые моменты решения которых не совсем подумали складывается впечатление что в этот проект надергали разных решений из разных проектов и как кости бросили на карту они вот как рассыпались там а здесь у нас будет баскетбольная площадка а здесь у нас будет шашлычная зона ну ничего что тут рядом будут мамы проходить с колясками там или пожилые люди с палочками нюхайте жареное мясо и слушайте пьяные разговоры людей с жарящим это мясо я например как человек который прогуливаюсь по аллее я вообще не хочу видеть кого-то кто жарит мясо зачем он мне там нужен но логично же да я не хочу чтобы меня теннисный мячик прилетал я не хочу чтобы со мной там бегуны пересекались то есть я пришел прогуляться с другой стороны если я пришел с детьми гулять то мне нужна какая-то зона где мне не будут мешать опять же те же шашлычники там спортсмены еще какие-то но просто чтобы детей моих не зацепили как говорится там ничем да а если у тебя какие-то рекомендации что сейчас нужно сделать жителям мне что делать чтобы улучшить этот проект или или побороться за улучшение этого проекта но в идеале как можно больше комментировать и писать на личных страницах и не на объединяться в сообщество так или иначе заявлять о своей позиции о том что этот проект не доработан что его нужно доделать и внести корректировки максимально активно это об этом говорить там допустим соцсетях чтобы привлекать к этому внимание в противном случае ну как бы просто замнется и будет сделано как сделано как в общем-то часто и бывает да это будет очень обидно ну что попробуем резюмировать все то что мы сказали я со своей стороны хочу обратиться к проектантам и к заказчику со своими пожеланиями и думаю что во многом я буду отражать интересы тех людей которые пользуются этим парком а кстати вы дорогие зрители можете писать в комментариях чего бы вы хотели чего вы ожидаете и что вы думаете по этому поводу в комментарии заходим пишем итак мое первое требование это посмотреть на проект в разные периоды года зимой летом и в межсезонье второе пожалуйста побудьте там на месте посмотрите как люди пользуются этим парком выделите места для барбекю какую-то действительно удобную зону а там место есть следующее туалет и подумайте над тем где люди смогут летом зимой с детьми сходить в туалет помыть руки банально следующее подумайте об общепите давайте это так назовем где можно купить кофе где можно купить сэндвич ходок пиццу и перекусить я не говорю что это должно быть большое кафе это может быть какой-то небольшой киоск в который можно зайти он теплый кстати в нем же может быть и туалет подумайте пожалуйста над прокатом какого-то инвентаря летнего и зимнего как это делают например в скандинавских странах заливайте каток чтобы на нем могли кататься привлекать и как можно больше людей которые будут взаимодействовать с этим парка подумайте про собак сейчас собак выгуливают и тренируют по всему парку тренируют на пустыре который сейчас никак не задействует почему-то практически никто не пользуется вот той загородка для собак которая предполагается для собак я уж не знаю почему но этот момент стоит обдумать продумать дорожки продумать материал дорожек а уже после этого думать на тем какие материалы использовать в этом проекте правильно я все озвучил или есть какие-то еще может быть с твоей стороны напоследок рекомендации я бы проектировщикам посоветовала все-таки делать не красивую картинку генплана для птиц проектировать уровня человека и смотреть как человек ходит и что он видит чтобы не получались странные углы покрытий странные пустыри в покрытии где нет никаких малых архитектурных форме это просто закатанное в плитку или в резиновое покрытие участок земли ну странно и еще момент на мой взгляд плохо очень продумано освещение у нас на урале во всяком случае солнечных часов мало и большую часть времени люди приходят после работы а сценарий освещения уже на тех рендерах которых есть они никак не проработаны и я уж молчу про то что в принципе схемы плана освещения нет и об этом видимо не подумали это тоже важный момент но и все-таки у жителей был большой запрос на то чтобы сохранять деревья в парке они действительно сохранены на на визуальных да на рендерах на визуалах но важно понимать что все проектные предложения которые есть они подразумевают что дерево погибнет потому что покрытие на рендерах выполнены так что это не жизнеспособно для дерева в течение 50 лет дерево погибнет уважаемые зрители пишите в комментариях это будет важно а самое главное пишите на ресурсах пишите на форумах там где обсуждают этот парк там где от вас ждут этих комментариев давайте все вместе сделаем нашу жизнь лучше наш парк краши на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк ну и до новых встреч я думаю что скоро увидимся